Летом 2010 года два огромных пласта культуры и вместе с тем две альтернативные поп-культуры столкнулись в одной коллаборации, заключенной на небесах поп-музыки. Сегодня я хочу вам рассказать о совместной коллаборации Бритни Спирс и японского художника Такаси Мураками. Современный Энди Уорхол Такаси Мураками берет массовую поп-культуру в виде Бритни Спирс и переупаковывает ее. Это действительно два супер популярных в своей нише персонажа, которые сделали совместный проект. Эта фотосессия прошла летом 2010 года и была напечатана в японском журнале POP. Такаси Мураками очень известный японский художник. В массах он стал известен после своей коллаборации с модным домом Луи Виттон, когда его черешенки, вишни, цветочки украшали сумки модного дома. Он сотрудничал со многими знаменитостями, такими как Билли Айлиш, Фаррел Уильямс, Бритни Спирс. В своем творчестве он изобрел термин, который так называется суперфлет, суперплоский. Что это значит? Вот в европейской живописи и культуре мы видим с вами объемные изображения, где видим тени, движения. Но в японской поп-культуре, утверждает Такаси, у нас нет понятия объемного рисунка. То есть фотография, рисунок японской манги, он в Японии плоский и яркий без теней. Вот ярким примером, чтобы понять, является всеми нами любимый мультфильм Sailor Moon. Вы помните, как графично двигались герои. И Бритни в фотосессии с Такаси Мураками изображена как раз таки в виде японской манги. Она представляется то девочкой-школьницей, то невестой. И оттенки фотосессии такие очень пастельно-акварельный розовый цвет, очень нежный, красивый. Многие поклонники почему-то не любят фотосессию или эту фотосессию, или как-то обходят ее с вниманием стороной. В сегодняшнем выпуске я хочу рассказать вам так называемую cover story, что проходила за кадром съемки. А теперь давайте отправимся в 2010 год и вспомним, как фантазии Такаси Мураками и Бритни Спирс воплотились в жизнь. Лето 2010 года. В центре Лос-Анджелеса в Милке Студио спахло фуксиями. Нас попросили купить как можно больше белых цветов для декорирования съемки. Мы решили, что белые хризантемы – это отличная идея. Но когда их доставили, нам сказали, что в Японии эти цветы символизируют траур. Таким образом, был наш первый межкультурный казус. Просто катастрофа. Неистовый марафон к местному цветочному магазину, и все было решено. Бритни прибыла тихо, сопровожденная своей свитой. Яркая блондинка с вежливым южным акцентом любезно поприветствовала съемочную группу. А затем все сразу пришло к делу. Тонувшая во множестве свадебных платьев, Бритни, казалось, была в своей стихии. Взволнованная как ребенок, она переодевалась, танцуя под Мадонну, которая по ее просьбе играла в течение всего дня. Джейми Спирс расхаживал по коридорам, менеджеры занялись чтением предыдущих выпусков поп-магазин. А помощники из Блэкберри суетливо бегали по зданию. Следующим прибыл Такаси Мураками. Он принес всем игрушки из Кайкай Кики, своей дизайнерской империи, в которую была влюблена Бритни. Его команда предоставила нам японские школьные учебники, игрушки и телефон Hello Kitty, с которым Бритни дурачилась, и на диктофон, которого записывала свой голос, что-то напевая на удовольствие всему персоналу съемки. Вдохновленный художником манги Сэйдзи Мацуямой, Мураками хотел превратить Бритни в персонаж манги, девушке, которая выглядела бы ангельской, но сексуальной, немного уязвимой, но сильной и могущественной внутри. Спустя пять часов, тысячи выпитых порций кофеина и весь Лос-Анджелес, лишенный белых цветов, фотосессия была готова. Мы все получили то, за чем пришли. Последним, что нужно было сделать, это твит. Мураками и Бритни сфотографировались вместе и загрузили свои посты. Новости о их сотрудничестве разлетелись мгновенно по всему миру. Художественное направление и стилизация образа Такаси Мураками, фотограф Туткову. Бритни, что у тебя нового? Я только что разработала свою первую линию одежды с Кэндис, и это было действительно круто. Мне нравится процесс дизайна. Также я создала новый аромат под названием Radiance, который выйдет этой осенью. Кроме этого, я просто провожу время со своими мальчиками, отдыхаю, делаю иногда музыкальные записи, просто пытаюсь расслабиться. Как тебе было работать с Такаси Мураками? Мне нравилось работать с Такаси. Особенно мне понравилось, как он использует высокую моду и соединяет ее с японской мангой. Перед съемкой мы посмотрели множество персонажей манги и рисунков, чтобы я могла понять, что он ищет именно для меня. Для меня это была одна из самых интересных съемок, в которые я когда-либо участвовала. Он просто гений. Что тебе нравится в японской культуре? А я посетила несколько старейших храмов в Токио. Все они были прекрасны. Меня поразило, что эти древние храмы были полностью окружены современным городом. Это было действительно красиво. Такаши выбрал для вас образ девочки-блондинки, а не женщины. Как вы думаете, вас все еще считают маленькой невинной девочкой? Я думаю, что в начале моей карьеры меня воспринимали именно так. По мере того, как я росла, поклонники ведь росли вместе со мной, как моя музыка и образ в целом. Есть какие-нибудь культовые блондинки, которые вас вдохновляют? О, я люблю Мэрилин Монро. Известно, что у вас самое большое количество подписчиков в Твиттер в мире. Что вы думаете по этому поводу? Вы знаете, я думаю, я благословлена самыми невероятными и преданными, любящими и страстными фанатами на планете. И я очень им благодарна каждый день. Они являются причиной всех моих успехов. Пять замечательных фактов о Лос-Анджелесе. Погода, магазины, отличные рестораны, пляжи Малибу. Много творческих людей, с которыми приятно работать. И пять вещей, которые не так хороши. О, тут много смога, вечные пробки. А, и да, папарацци. Вам звонит Леди Гага и просит о сотрудничестве. Что вы скажете? Я ее большая поклонница, поэтому все возможно. Пять ваших любимых поп-альбомов сейчас и вообще? О, такой сложный вопрос. Я думаю, мой ответ может меняться каждый день от настроения. Ну, я очень люблю Purple Rain, «Принца», «Триллер» Майкла Джексона, «Трублю» Мадонны, это мой ее любимый альбом, «Ризнэйшн» Дженни Джексон и «Нумбер вон» Марая Керри. Редактор субтитров А.Семкин»